Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. С приближением выходных Форекс-трейдеры проявили осторожность. Конец прошлой торговой недели закончился для американской валюты на вполне позитивной волне. Министерство торговли США сообщило о грядущем буме в строительном секторе. За октябрь месяц объем выданных разрешений на строительство резко увеличился на 5,9%. Рынок ждал подъема лишь на 2%. Количество одобренных заявок на начало застройки оказалось максимальным за год. Однако, как мы уже отметили ранее, инвесторы встретили эту новость без особого оптимизма, предпочитая не делать никаких резких движений перед выходными. График котировки индекса американского доллара остался в узком диапазоне вблизи отметки 93,80. Однако более азартные игроки все же нашли для себя торговый инструмент – валютную пару USDCAD. Американский доллар покупали, продавая канадский, в результате чего котировка поднялась вверх на 80 пунктов, пробив уровень сопротивления на отметке 1,2800. К распродажам канадского доллара вынудили макроэкономические данные. В стране кленового листа за октябрь месяц потребительские цены росли в довольно инертном темпе – лишь на 0,1%. Годовой рост цен при этом замедлился с 1,6% до 1,4%. Опубликованные цифры полностью совпали с прогнозами рынка. Так, всего лишь напоминание о вполне ожидаемом инфляционном давлении стало причиной бурной активности покупателей доллара США. Это все к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами на канале ИнстаФорекс ТВ. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok